Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, замужем, есть маленькие дети и двое, все живут в декрете, муж постоянно работает. Замечаю за ним, что он часто меня унижает. Когда я ему начинаю отвечать, он всячески пытается вас им обвинить и навязать чувство вины. Ловлю себя на мысли, что начинаю его ненавидеть, но зависят сейчас от него финансовое, а имя работы сложно устроиться с такими малышами, а не у меня погодки. Пробовала найти дистанционно, но не получается пока найти что-то стоящее, так как один лохотрон практически. Часто замечаю, что есть мысли в голове, что дети подрастут, и я уйду от него. Живёт в моей квартире, которую купили мои родители, свою машину пробал, чтобы открыть дело, но не вышло. Потом меня обвинял и моих родителей, что, видишь ли, надо было больше дать денег. Слушай, это всё у меня ощущение, что он расчётливый мужчина, который думал хорошо устроиться. Как научиться справляться с этим негативом и обидой внутри? Первое, что нужно сделать, это этот самый негатив и обиду прожить, выразить, выговориться. И не только их. Там ещё будет что-то. Это первое. Второе. Второе. А, понимаете, ну вот у вас к мужу одни претензии, но вы же с ним как-то начали вместе жить? Вы как-то позволили ему делать всё, что он делает? Я имею ввиду и жить в своей квартире, да, я имею ввиду и, пам, а, денег ему дали, вот, и прочее. То есть, как-то вот всё это у вас получилось. И это ваш ведь был выбор, вряд ли вас прям-таки вот заставляли, я не думаю, что вас заставлял, заставлял в том числе мужчина. Соответственно, важно разобраться в себе, для чего вы это делали. Для чего, зачем вы это делали. Из любви вы это делали. Или из надежды что-то, 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 не знаю, что-то, что-то получить для себя в этом. Это тоже очень важно увидеть. Следующий момент. Что между вами общего? Между вами и мужем. Что вас объединяло, что вас связывало? На чем базировались ваши отношения и так далее. У меня есть такое чувство, что... Ваш муж, он, как бы, отзеркаливает вам то, что вы сами про себя, условно говоря, думаете. То есть, просто берет и отзеркаливает. То есть, соображает. То есть, вот, вы себя как-то начали принижать в определенный момент. И он, соответственно, вам просто это демонстрирует. Ваше отношение к себе. Ваша ненависть связана с тем, что он выглядит для вас сейчас как некое такое препятствие, что ли, для того, чтобы вам было комфортно жить. Но правда заключается в том, что вы своими действиями и своим выбором поместили себя в такую ситуацию. Я не говорю, что вы это сделали специально ни в коем случае. Но то, что вы себя поместили в такую ситуацию, это факт. И у этого есть основания. Опять же. Вот. Поэтому важно в этом разобраться. И, в общем-то, увидеть свои приоритеты. И если вы зависите, как вы говорите, от него, то, да, пока ваша жизнь вероятно поставлена на паузу. И вам ничего не остается, кроме как просто дождаться определенного момента. Вот. Но отношения можно, в принципе, и гармонизировать. Да, конечно, вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, да, если у вас желание это делать, но это уже немножко другой вопрос. Нам бы еще разобраться вот в чувствах к мужу, да, то есть что вы чувствуете к нему, да, на данный момент. Вот такая история, как мне кажется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Все это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...